Она свою туалетную бумагу пожертвовала. А вдруг это постановочное фото? Ну типа сфоткались все-таки одеты, а потом быстренько разделились и опять. Это, кстати, выход из ситуации для александрийских и светловодских учителей. Носите маски, перчатки, мойте руки. Привет, это я Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И на этой неделе я думал, что ничего интересного из-за карантина не будет, но нет, я ошибался. Как раз из-за него все интересное и появилось. Итак, мэр Александрии Цепюк перешел на сторону коронавируса. Туалетная бумага за сприяние Людмилы Доводенко. В малой виске дорога кормит помощника Игоря Степуры. И рэперка Алена Алена попала в рейтинг журнала Forbes. Карантин прочно вошел в нашу жизнь. Оставаться дома, мыть руки, обезвреживать поверхности предметов, соблюдать дистанцию, гигиену. И если вдруг симптомы, там кашель или высокая температура, то, конечно же, быстрее к врачу. В Киеве, в принципе, уже стараются так делать. А то, что я видел в Кропивницком, то я так понимаю, что никто серьезно о коронавирусе не думает. Кроме мэра Кропивницкого Андрея Райковича. Он активно ходит по эфирам и записывает обращения к жителям. У місті збільшилась кількість підприємств, що виготовляють і відпускають маски. Міська рада вже поставила в лікарню на валах нові апарати штучної вентиляції легень. Але наших зусиль буде замало, якщо ви не посилите власну безпеку. Ну а пока в Кропивницком скандал из-за того, що в транспорт, троллейбуси і в автобуси не пускають більше десяти людей. А ехать, как говорят люди, надо. Впрочем, я так думаю, что они не понимают всю опасность коронавируса. Пример Китая, Италия, Испания им до одного места. Думают, що пронесет. І що саме інтересне, думають якраз люди старшого возраста, а именно те люди, які знаходяться в групі РИСКО. Але, впрочем, це не тільки в Кропивницкому, в Києві теж була така проблема. Пока вообще общественный транспорт не зробили по пропускам. Так вот, у мене первый вопрос. Откуда стільки людей старшого возраста в общественному транспорту? І второй вопрос. Почему перевозчики начали думати вместе с коронавирусом о том, як набити свій карман? Вы же знаете, какой первый вопрос подняли перевозчики. А как поднять цены на проезд? Мол, то що, мне невыгодно возить. Я думаю, людей успокаивает отсутствие тестов на коронавирус в Кировоградской области. Ведь пока их нет, и коронавируса нет. Но скоро они появятся, и появятся заболевшие. А вот готова к этому Кировоградщина? Не знаю. Появлению коронавируса на Кировоградщине активно помогает Грисполком Александрии. Если в Кропивницком стараться придерживаться цифры 10 в общественном транспорте, то в Александрии другая история. Там решили положить на постановление Кабмина, да и вообще и на Киев, и на Украину. Они решили пойти по пути Кернеса и харьковских чиновников, на которых прокуратура завела криминальное дело из-за нарушения карантина. Так вот, Цапюк и компания решили увеличить количество пассажиров в общественном транспорте. Ну, я так понимаю, чтобы вирусом побольше заболело александрийцев. В общем, они увеличились с 10 людей до 15 и 20, соответственно, в малых и средних автобусах и в больших. Но вот что считает александрийская власть малыми, что средними, а что большими автобусами, непонятно. Ну, мы плануем, в принципе, завтра или послезавтра направить туда наших инспекторов для проведения контроля. И, кстати, я хотел бы увидеть реакцию областной власти, областной госадминистрации на такой Демарш Цапюка. Я ее высматривал на странице Андрея Баланя, но так и не увидел. Без нее Цапюк и дальше будет на стороне коронавируса. И я даже не знаю, какие маски и антисептики могут в этом случае помочь. А пока вы думаете, новости из мятежной Александрии продолжаются. Александрийская мэрия в этот раз сдалась. Я напомню, что на прошлой неделе появилась информация, что александрийским учителям городская власть решила не платить 100% зарплату. Это стало известно всем. И вот местная чиновница из отдела образования таки призналась, будут теперь платить 100%. Не получилось заныкать. На период карантину за работниками закладов освіти зберегается полностью средняя заработная плата. Кстати, есть информация, что и в Светловодском районе так решили поступить с учителями. Я вас прошу, светловодские и александрийские учителя, вы в следующий раз, когда будете голосовать, помните, кто вас пытался кинуть. Коронавирус поражает не только дыхательные пути, как это видно на примере Александрии. Вот что пишет александрийский тиждень. В Александрии некая общественная организация «Шлях до життя» устроила бесплатную раздачу медицинских масок, которые действуют скорее как психологический момент. Кроме этого, раздали две коробки туалетной бумаги и 200 брусков мыла. Указано, что акция пройшла за сприяние заступника меського головы Людмилы Давыденко. Вопрос, а в чем состояло сприяние или поддержка Давыденко? Эта информация заставила мои извилины работать в режиме 24 на 7. Она свою туалетную бумагу пожертвовала или оторвала от сердца маски, я так понимаю, которые сохранила еще со времен Тимошенко? Каким боком заммэра чиновник к раздаче туалетной бумаги? Это подкуп избирателей? Ну так, за полгода до выборов. Что происходит? Или может общественная организация сама подставила Давыденко, типа скажем, а потом будет как будет? На самом деле, мне кажется, это старая давняя традиция наживаться чиновникам на народной беде. Сприятые раздачи туалетной бумаги. Великолепно звучит. Кстати, откуда маски в общественной организации? Я прям не могу успокоиться. Александрийский активист Кияшко творит чудеса. Нет, к сожалению, он не научился ходить по воде и даже не научился пока что делать из воды вино. Он даже пока не смог заставить уйти в отставку Степана Цепюка. Но повлиять на торговлю целого магазина смог всего лишь одной фотографией. Ну ладно, в фейсбук-посте Кияшко не одна фотография, а пять. На них сотрудники магазина мясной в Александрии продают покупателям сырое мясо без спецодежды. И это, заметьте, в эпоху коронавируса. Да даже и без коронавируса это, по-моему, ненормально. Или может кто-то сейчас скажет, что это нормально? В общем, Кияшко так и написал в своем посте. Что за нах? И случилось чудо. Кияшко в личку написал коллектив мясного и прислал фотографию, где они все в перчатках и в масках. С одной стороны это круто, а вот с другой стороны... А вдруг это постановочное фото? Ну типа сфоткались все-таки одеты, а потом быстренько разделились и опять руками в сырое мясо. Или может их там бьют и они просто скрывают следы побоев. Ну ладно, это все шутка. Может быть, коронавирус рядом, так что носите маски, перчатки, мойте руки. Если в прошлой программе я подумывал стать главой Кировоградгаза, потому что бывший начальник там прилично поимел наших с вами денег, то теперь хочется ремонтировать дороги. А все потому, что есть прекрасный пример работы в Малой Виске. Там за три года 12 раз ремонтируют одну и ту же улицу Центральную. И потратили на это все больше 2 миллионов гривен. А Центральная все еще нуждается в ремонте. Интересный факт, что среди победителей тендера на этот ремонт есть и помощник скандального Игоря Степуры. Я думаю, что это чистой воды, как говорит Киселев, совпадение. А вы как думаете? Не думаю. Рэперка Алена Алена из Кировоградщины вошла в тридцатку самых успешных в своей отрасли личности младше 30 лет. Об этом написал журнал Forbes. Журнал поместил такую нотацию под ее фото. Бывшая воспитательница детсада переосмысливает, как выглядит и звучит рэпер. Это, кстати, выход из ситуации для александрийских и светловодских учителей. В следующий раз, когда в Александрии вас, например, будет гнобить цепюк, запишите рэп. А лучше гангстерэп. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще, кроме ситуации с коронавирусом. И то это пока, как показывает пример Китая. Так что оставайтесь дома, мойте руки. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»